Добрый день, добрый. Больше внимания хотелось бы уделить реализации региональных программ в актуальном интервью. Давайте начнем с местных инициатив. Чего удалось достичь в 2020-м? Поделитесь, пожалуйста. Еще раз добрый день всем, кто в студии, нашим жителям. Двадцатый год, конечно, был непростой. Сейчас об этом все говорят. Такая тема стала модной. Говорить о том, что был непростой. Но, тем не менее, это наш год. Мы его прожили. Достигли определенных результатов. Может быть, не все, что хотелось, что себе планировали, но, тем не менее, нам есть о чем рассказать, есть что показать и есть чем гордиться за прошедший 2020 год. Что касается местных инициатив. В прошлом году мы первый раз. Город Лермонтов участвовал в местных инициативах. Мы участвовали сразу тремя проектами. И к нашей радости все три проекта у нас прошли. Мы получили на них финансирование. Это более 6 миллионов рублей из регионального бюджета. И по этим программам мы сделали, ну, в первую очередь, в селе Острогорка сделали альтернативное освещение. Это у нас больная тема по освещению. Очень больная тема по тротуарам и в городе, и в селе Острогорка. И поэтому в рамках вот этих местных инициатив в селе Острогорка мы в прошлом году сделали 17 светильников на оживленных участках дорог, где это просто было необходимо. Причем это альтернативные светильники. Они позволят экономить средства бюджета и в то же время обеспечить безопасность на вот этих оживленных участках дороги. Две программы. Это как раз-таки ремонты тротуара. Это вторая очень больная тема для нашего города, потому что город достаточно компактный. И большое количество людей передвигается вот здесь просто пешком, потому что это удобно. Все, в общем-то, в шаговой доступности. И когда тротуары оставляют желать лучшего, ну, конечно, это не может не вызывать определенных негативных настроений у наших жителей. Поэтому мы начали уделять особое внимание тротуарам. Нам и в 2019 году удалось часть тротуаров начать делать. А в 2020 году мы как раз-таки зашли по программе местной инициативы. И две программы у нас выиграли. Мы по двум центральным улицам в очень хорошем качестве, в плитке сделали тротуары. Ну, и не планируем на этом останавливаться. Я думаю, что и дальше мы пойдем этой программой, участвовать в этих программах и, в общем-то, продолжать делать вот такие очень значимые, нужные работы в нашем городе. Потому что, к сожалению, средств бюджета не хватает на все, города, инфраструктура стареет, ее надо поддерживать, ее надо ремонтировать, реконструировать. И, повторюсь, что в этом очень серьезная помощь нам вот этих региональных программ, местных инициатив, надпроектов, о которых, я думаю, мы тоже сегодня затронем. Так что вот такая у нас с местными инициативами вот такие взаимоотношения с региональными программами. Спасибо большое. Ну, хотелось бы затронуть вопрос комфортной городской среды. Скажите, пожалуйста, как вы участвовали в программе в 2020-м? Что нового появилось? Что обновили? Что сделали? Да, у нас проекты «Комфортная городская среда». Мы участвуем в них с момента формирования этой программы. И нам за это время удалось уже сделать достаточно много. Город очень долго был в таком заброшенном виде. Естественно, вот как я говорил выше, что средств бюджета на все не хватает, поэтому обустройство общественных территорий шло по остаточному принципу. То есть никак. И когда появились вот эти программы, как формирование городской среды комфортной, мы, естественно, очень это восприняли с энтузиазмом и сделали все, чтобы в них поучаствовать. Нам за это время удалось, может быть, немножко затронутым, в 2019 году отремонтировать основной наш центральный парк города, который находится в центре города. И более 30 лет он стоял в запустении. Не работали фонтаны. Это была просто заброшенная грязная территория. На сегодня это очень востребованное место отдыха местных жителей. Что касается именно 2020 года, то в 2020 году мы более чем на 43 миллиона нам удалось получить финансирование на реконструкцию сквера Победы. Тоже очень большой востребованный сквер. У нас в нем находится вечный огонь. У нас в нем находится памятник шахтерам-основателям города. И тоже был в очень серьезном заброшенном состоянии. И в этом году мы его очень хорошо отремонтировали, сделали озеленение, сделали дорожки, освещение, лавочки. Сделали очень большой детский городок, очень востребованный нашими жителями. Прям у нас до сих пор, хоть и холодно, все равно там каждый день присутствует большое количество наших маленьких горожан. Хорошее очень, я считаю, дело. Поэтому мы останавливаться на этом не будем. У нас с дальнейшим комплексом есть победитель уже на следующий этап сквер молодежи. И планируем с ним выйти тоже в эту программу, чтобы нам дальше продолжать делать, обустраивать общественные территории. И еще раз повторюсь, очень хорошо, что есть такие программы, потому что они позволяют муниципалитетам именно делать такие финансово емкие проекты по общественным территориям. А это в первую очередь сказывается на комфорте, на благоприятных условиях для жизни, для создания благоприятных условий для жизни. Потому что очень здорово, когда глаз радуется, ты идешь по обустроенным, ухоженным, чистым территориям. Скажите, а что нового увидят горожане внутри этого проекта формирования комфортной городской среды в 2021-м, может быть, в 2022-м годах затронем этот год? На 2021-м год, вот то, что мы говорили, сквер молодежи, молодежи, мы вот так вот, пока что у нас такое рабочее название. Ну, не хочется открывать все фишки, которые там будут, но само название дает понять, что это будет сквер больше посвященный молодежи. Естественно, те объекты, которые будут у нас в этом сквере, в этом парке, будут больше акцентированы на молодежную публику. Потому что, повторюсь, у нас центральный парк, он сегодня востребован и пожилыми людьми, во многом горожанами среднего поколения. Сквер Победы – это такой общий, в общем-то, парк. А вот сквер молодежи будем пытаться акцентировать именно для молодежи. Да, у нас там появятся интересные, я думаю, фишки. Стоит ли обрадоваться сейчас велосипедистам и скейтбордистам? Ну, велосипедистам и скейтбордистам, да, имеет смысл смотреть с оптимизмом на то, что у нас будет происходить в городе. Мы в центральном парке сделали достаточно большое по всему периметру парка велосипедное кольцо, которое на сегодня не только велосипедистами, но больше мамочками с колясками. Им нравится ходить по этому большому кругу, такой теренкур устраивать себе. Через все эти скверы у нас пройдет велосипедная дорожка, которая в итоге получит свое продолжение на велотеренкуре. То есть это будет такая понимаемая история развития вот этого велосипедного движения, потому что велосипед сегодня очень востребован, и на нем людей все больше и больше передвигается. Естественно, все эти вещи мы обязательно будем предусматривать во всех проектах. И завязывать практически весь город, центр города, именно велосипедными дорожками, всем комплексом, чтобы, ну, как логичное продолжение, они у нас вышли на велотеренкур, который, вы знаете, планируется строительство на территории Кавказских минеральных вод. Да, безусловно. Ну, раз уж мы говорим про транспорт, велосипед в том числе, давайте затронем тему нацпроекта БКД. Как с этим у вас обстоят дела? Безопасные, комфортные дороги. Тема живая, тема очень востребованная. Я понимаю, что не только у нас, поэтому конкуренция в вступлении в эту программу достаточно серьезная, потому что, как всегда, денег мало, желаний много. Но, я скажу, в 2020 году нам удалось на более чем 46 миллионов получить субсидию на выполнение именно работ в рамках нацпроекта БКД. Мы отремонтировали 8 улиц. Это достаточно серьезно у нас для города. Это больше 6,5 километров. И, понимаете, тут еще один важный момент получился. Очень такой хороший синергетический эффект. Вот когда два национальных проекта сработали как единое целое. Улучшение дорог. Мы отремонтировали дороги и сделали сквер Победы. И получилось, что у нас в этом месте в городе очень серьезное скопление социальных объектов. Это и детская поликлиника, и школа, и детский сад, и учреждения дополнительного образования. И у нас в этом месте была достаточно узкая дорога и переходила в очень неухоженный сквер. На сегодня у нас отремонтирован сквер, отремонтирована дорога, сделано расширение, сделана стоянка для машин. То есть мы очень серьезно решили вот этот узел, именно проблему доступа к нему. Потому что, ну, очень много лет у нас это было очень такой серьезной проблемой. И вызывало напряжение у жителей, что очень сложно подъехать, машину оставить негде. А социальные объекты очень востребованы. Как я сказал, более чем на 46 миллионов в 2020 году нам удалось отремонтировать дорог. И мы подготовили проект и будем подаваться, заявляться на следующий год, естественно, тоже. Ну, на 2021 год, дай бог нам все это удастся сделать. То есть не будем на этом останавливаться, будем дальше продолжать ремонтировать дороги. С 2007 года у нас такого масштабного ремонта, как дорог, который, как получился в этом году, у нас не было. Поэтому очень серьезная, востребованная для нас программа. И мы всячески будем прилагать все усилия, чтобы в ней участвовать. Ну, вот это то, что касается, наверное, участия в нацпроектах. Скажите, пожалуйста, а сколько финансовых средств было выделено на этот проект в 2021 году? На сколько денег вы можете рассчитывать? И что это за казна, краевая, федеральная часть местных средств? Это консолидированные бюджеты, это федеральные средства, по большей части краевые средства. Ну и, естественно, какое-то там софинансирование предполагается местного бюджета. Это совсем небольшое, там порядка 5%. То есть деньги вполне соизмеримые с местными бюджетами. Ну, 95% это приходит нам из федерального и краевого бюджета. Поэтому нам и удается, в общем-то, достаточно серьезные объемы сегодня ремонтировать, восстанавливать и приводить в нормально безопасное состояние. На этот, на 20-й год у нас в рамках безопасных дорог было более 46 миллионов выделено из федерального и краевого бюджета. Спасибо большое, Станислав Анатольевич. Ну вот, следующий вопрос. Как реализуется национальный проект «Культура»? Расскажите, пожалуйста, может быть, какие-то новые объекты у вас появились или появятся в 2021? У нас на территории находится детская музыкальная школа. Очень востребованная школа. Детвора очень любят. У нас там никогда нет отсутствия желающих туда поступить. И вот в рамках национального проекта «Культура» в этом году, как, знаете, Михаил Михайлович Жваневский говорил, в последний раз инструменты не покупались никогда. Вот у нас в этом году нам удалось более 300 единиц приобрести за федеральные и краевые деньги именно музыкальных инструментов, светового оборудования, звукового оборудования, репетиционных комплексов. Ну, это просто огромное подспорье, потому что во всех, наверное, музыкальных школах основная проблема – это инструменты, это инвентарь. Мы очень серьезно обновили библиотечный фонд музыкальной школы. Мы получили порядка 250 учебников по музыкальной литературе, по сольфеджио. Тоже очень востребовано, потому что, ну, уже тот фонд, который у нас был до этого в музыкальной школе, ну, уже оставлял желать лучшего. И вот в рамках национального проекта «Культура» мы очень серьезно, прям вот, я прям вот горжусь тем, что нам удалось столько сделать для музыкальной школы. И мы видели глаза и преподавателей, и детей, которые на сегодня на этих новых музыкальных инструментах могут обучаться. И думаем, что вот этот блеск и звучание новых музыкальных инструментов нам добавит еще туда желающих приобщиться к культуре, приобщиться к прекрасному, приобщиться к музыке и научиться это все в своей жизни реализовывать, засуществлять. Спасибо большое. Ну, вот в городе действуют предприятия промышленных видов деятельности. Я напомню об этом нашим телезрителям. Скажите, пожалуйста, как на их работу повлияла пандемия? Город Лермонтов не стал исключением. И, конечно, пандемия внесла свои коррективы и в работу предприятий, и промышленных предприятий крупного бизнеса, и малого бизнеса. Но город Лермонтов, он не курортный, он больше все-таки профилирован под промышленные предприятия. Да, естественно, пандемия сказалась на работе этих предприятий, но работу свою они не останавливали. Вот в момент пандемии промышленные предприятия были переведены, по большей части это офисные работники, были переведены на дистанционную работу. А те, кто задействованы в промышленном производстве, именно на линиях промышленных, те с соблюдением всех норм Роспотребнадзора, естественно, выходили на работу и работали. Да, снизились, конечно, обороты производства в течение года, но на сегодня мы видим тенденцию уже к улучшению, тенденцию к выравниванию ситуации. И, в общем-то, надеемся, что мы сможем выйти, наши предприятия смогут выйти на нормальный хороший рабочий режим. Не прошло у нас особенно больших сокращений, не прошло у нас в связи со спадом производства серьезных увольнений. То есть нам удалось, нам, наверное, по большей части этим предприятиям удержать людей, сохранить людей. И на сегодня, в общем-то, это дает тоже положительный результат. Да, мы со своей стороны, конечно, оказываем всю возможную помощь тем ресурсам, которые у нас есть. Мы рассказываем, объясняем, просвещаем по программам поддержки бизнеса, участвуем в помощи им, чтобы где-то получить это все и разъяснить. То есть, естественно, мы не складываем руки и стараемся в эти непростые условия нашим производственникам помогать, потому что мы понимаем, что это та экономическая база, на которой, в общем-то, живет и город. Станислав Анатольевич, давайте обсудим тему демографии. Скажите, пожалуйста, как у вас с детскими садами? Есть ли очередь? Появятся ли новые детские сады? Может быть, они откроются в 2021-2022 годах. И что со школами и с обеспечением горячим питанием? С демографией у нас все нормально. С рождаемостью у нас все нормально. 1 января мы поздравили двух наших мамочек, которые в новом году стали мамами. Кто-то даже в третий раз у нас еще одна многодетная семья добавилась. Что касается детских садов и школ, то очередность в детских садах у нас практически отсутствует. Нам несколько лет назад удалось построить очень большой детский комбинат, детский сад. Поэтому очередность нам удалось в эту давнишнюю такую проблему решить. У нас есть потребность в строительстве новых школ. И здесь спасибо Владимиру Владимировичу, губернатору Ставропольского края. Он поддержал нашу инициативу. Он поддержал наш проект, чтобы построить в городе Лермонтове новую школу. Потому что те школы, которые есть, две из них уже находятся в достаточно проблемном состоянии. Их надо ставить на реконструкцию, надо ставить на ремонт. Но для того, чтобы нам не сбить учебные процессы, нам надо понимать, куда наши дети на время этих всех реконструкций или вывода какой-то школы из процесса, где будут учиться наши дети. Поэтому мы сейчас заканчиваем проектирование и будем заходить в экспертизы с новым проектом по строительству школы. Это школа целого дня. То есть так, чтобы ребенок, придя в эту школу, мог целый день находиться там и найти себе занятия. Помимо учебного процесса, там будут очень серьезные спортивные комплексы, стадионы, бассейн. Там будут и площадки для игр, и площадки для отдыха младших классов. То есть это такая школа целого дня. У нас сегодня в городе нет второй смены. Нам это удается пока что удержать. И это очень здорово, потому что у нас получается, что ребенок в первой половине дня занимается общеобразовательным, он учится. А вторая половина дня у него посвящена внешкольной деятельности. То есть это кружки, это спортивные секции, это всевозможные наши художественные школы, музыкальная школа. То есть у нас удается вот это так, в общем-то, хорошо удерживать и балансировать. Поэтому не хотелось бы терять этого. Востребованность школы у нас есть. Еще раз повторюсь, этот проект поддерживается. Очень здорово. Я надеюсь, что в скором времени нам удастся начать его осуществление. Станислав Анатольевич, вот вы, раз уж вы заговорили по поводу роженицы, у которой третий уже появляется. Скажите, город как-то помогает многодетным семьям? Ну, знаете, пошучу, может быть, немножко. Наша помощь заключается в том, что мы им хотя бы не мешаем. Дело в том, что, да, мы пытаемся оказывать какую-то помощь, содействие. Вот мы достаточно плотно работаем с тем, чтобы те земельные участки, которые когда-то в 12-м году, в 13-м году были выделены многодетным, но, к сожалению, она забуксовала, и когда прошли изменения в эту программу, что необходимо было туда привезти все инженерные сети, а это, в общем-то, очень дорогое такое мероприятие, тем не менее, да, нам за эти годы удалось за счет небюджетных средств, за счет привлечения застройщиков, которые строятся там рядом, провести туда водопровод, привезти туда газопровод, купить там редукторы, понижающие давление. На следующий год у нас до этого, к сожалению, затормозился этот вопрос, он был на стадии уже решения с возможностью провести туда электрические сети, сделать уличное освещение, но потом в связи с тем, что у нас были тут серьезный передел, менялся собственник у наших энергетического комплекса, этот вопрос у нас немножко на два года повис в воздухе. Сегодня с новыми собственниками нашей южноэнергетической компании, это компания, которая занимается поставкой в город электричество, горячей воды, отопление, у нас достигнуто понимание, как мы будем действовать дальше, как мы будем развивать туда сеть, и сегодня находится на рассмотрении вопрос, чтобы в этом году, в 2021, привезти туда уличное освещение и провести туда электричество, подвезти уже прямо на весь этот массив, который выделен многодетным. Естественно, со своей стороны мы поможем там отгрейдировать хотя бы дороги, чтобы появилась уже такая нормальная возможность заходить и что-то строить на этих земельных участках. Спасибо большое, Станислав Анатольевич, за участие в программе. Я вас благодарю и напоминаю нашим телезрителям о том, что скайп-гость студии был Станислав Полулях, глава города Лермонтова, в студии была ведущая Марина Мацарская. Не переключайтесь и оставайтесь на своем ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok